Здравствуйте, это программа «Город Айс» и я Елена Чернявская. Еще несколько десятилетий назад о методах привлечения читателей в библиотеку не могло идти и речи. А вот сегодня библиотечный маркетинг набирает все больше оборотов, ведь современная библиотека может быть настоящим культурно-деловым центром города. Какие изменения происходят в городских библиотеках, как театр взаимодействует с чтением, а известные писатели с читателями? Вот об этом я говорю сегодня с моими гостями в студии. Игорь Кузнецов, режиссер театрального проекта «Голоса. Пьес» и Нина Нестерова, библиотекарь первой категории филиала «Библиотека номер 8». Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, не секрет, что Самара, конечно же, театральный город и формат читок очень модный, но, возможно, не всем известен. Вот скажите, почему он оказался интересен и востребован, и что это за проект, собственно, «Голоса. Пьес». Ну, наверное, начнем чуть-чуть с истории, да? Конечно. Не секрет, что были майские чтения, которые начались в конце 90-х, когда читали современную драматургию и понеся по России, собственно, читки, такой новый формат. В Самаре, к сожалению, был такой пробел, и никто читками не занимался, то есть достаточно длительное время. И вот пришла идея возобновить, и не просто возобновить, а возобновить в библиотеке. То есть соединение именно читателей, слушателей, когда вы можете... Мы прочитали пьесу, сразу взяли книгу, ребята могут прочитать произведение. То есть это вот так родилось, такой совместный проект. И в чем его смысл? Что для меня самое основное было, чтобы зритель не должен знать, на что он идет. То есть, например, у нас детский голосопьес, неважно, что вы там услышите, у нас иммерсивный голосопьес, у нас были военные голосопьес. То есть зритель не идет на какое-то произведение, а он просто слушает, а в конце узнает, что он, собственно, прослушали они. Интересно. То есть для меня это было очень важно, чтобы люди... Например, мы читаем Чехова «Три сестры», ну, предположим, и уже у кого-то какая-то оскомина от этого есть, что там говорили в школе, в институте, и уже не будут так слушать. А если он приходит, слушает текст, и только в конце узнает и говорит, о, я открыл по-новому это произведение для себя. То есть вы не анонсируете заранее название, вы хотите сказать? Вообще нет названия, ничего, просто есть какие-то голосопьес. То есть и героев не озвучиваем? И героев не озвучиваем, ничего нет, то есть зритель приходит и слушает. И у нас абсолютно разные форматы. То есть мы можем просто сидеть, читать, да, как с текстом. Могут быть целые спектакли, когда мы там разыгрываем, играем, но, конечно же, выходим с текстом. Знакомим с разными абсолютно текстами, у нас нет никакой привязанности. И знаменитые какие-то, и классику, и забытые тексты, вот это основное. Ну, например, у нас есть один из таких моих любимых, наверное, читок, это Николай Коляда «Букет». Мы читали произведение, и Николай Коляда знают все, но его очень мало в Самаре ставят. То есть почти нет спектакля по его пьесам. И мы как раз зрители познакомились, сказали, что вот он живой, он есть, он классик, и все так были удивлены. И после этого еще фишкой нашего проекта является то, что после у нас есть филолог, модератор, который задает вопросы, и мы разговариваем уже на эту тему произведения. То есть люди не просто прослушали ее, а мы как раз поговорили на тему, какие темы поднимал автор, что он хотел, какая-то краткая справка об авторе. Вообще проект начался два года назад, в феврале нам два года, и мы начали с братьев Чапика в «Жизнь насекомых». То есть это такое забытое вообще произведение, оно очень интересное. Перевин написал «Жизнь насекомых» как раз под вот этой пьесой, под эмоциями от этой пьесы. Но само произведение забыто. И это для меня было основное. Почему мы с этого начали? Именно забытое произведение, которое не ставится, и знакомит зрителей с этим миром. Вообще Чапиков достаточно мало ставят, если мы говорим про Россию. В Самаре, по-моему, вообще нет даже ни одного спектакля по ним. Но это же кладезь, который, к сожалению, пропадает. Я сейчас думаю, что вас в том числе услышат и ваши коллеги-режиссеры наших театров, и обратят внимание обязательно на этот материал. Нина, у меня к вам вопрос. Вот насколько помогают такие литературные проекты сегодня привлечь читателей в библиотеку, если мы говорим о филиале номер 8? Ну, несомненно, проект «Голоса пьес» привлек в библиотеку 8 огромное количество молодежной аудитории. Не только молодежной аудитории, а аудитории всех возрастов. И я думаю, этому способствует то, что люди хотят читать. Современный посетитель библиотеки, он читает интеллектуальную прозу, пьесы, он читает литературу разных жанров. И благодаря проекту «Голоса пьес» люди открывают для себя что-то новое. Но я как участник, как актриса, открываю для себя каких-то авторов, которых до этого не знала. Есть какие-то любимые авторы. Есть авторы, которые появляются в списке книг, которых ты хотел бы прочитать. Поэтому такой проект «Есть вас требованы для молодежи» интересен. Если главную нить я уловила вашего ответа, вы знаете, сейчас предлагаю посмотреть, как вообще, собственно, происходит читка в библиотеке номер 8. Ну и, конечно, потом продолжим. Да, давайте посмотрим вместе мы, Майни, на экран. О, добрый вечер, Джон. Добрый вечер. По-моему, альковная сцена прошла сегодня блестяще. Разве? Ну еще бы. А по-твоему, нет? Да нет, в самом деле. Спасибо. Я бы не сказал, если бы ты не подумал. Спасибо. Да не за что. Если я так не думал, я бы это не сказал. Да и вообще, с тобой так и хорошо пошел. Мне тоже так кажется. Все были в форме, пожалуй. Знаешь, что, публика была интеллигентная. Тебе не кажется? Верно. Не кашляли? Да. Тихо сидели. Ты прав. Очень тонкая публика. Ну, мне так казалось. А может быть, сегодня они смотрели, ну вот по-другому? На другом уровне. В другой уровне понимания. Ты чувствуешь, что я хотел сказать? Не совсем. Ну, уровень понимания другой. Уровень. Ну, вот-вот. Мне кажется, они видели не тот спектакль, что мы репетировали, а вот другой лучше. Ну, вот как-то... А что ты делаешь сегодня? Сейчас? Ну, да. Ухожу. Может быть. Ужинать? Я с голоду подыхаю. А, вот как. Давно ничего не видел. Ну, да, день премьеры. Есть, хорошо. Ну, и хорошо. Игорь, вот скажите, пожалуйста, а вообще как родился этот проект и вот лично ваше участие в нем? Вы ли его придумывали? Вы ли его принесли? И вот именно на площадке библиотеки «Восемь» он развивается, ну и продолжает жить? Был такой проект, назывался «Наш современник». Я сам пишу пьесы, и вот меня пригласил библиотека «Восемь» прочитать, как бы встречу устроить и прочитать свою пьесу. Я сам прочитал ее, и проект вообще понравился. И тогда вместе с директором решили, что этот проект должен быть на постоянной основе. И вот так вместе, мы вместе, как сказать, это не могу сказать, что мы, это именно совместный проект. Мы начали, подхватило эту идею, и мы уже поставили, как сказать, на поток. Раз в месяц мы обязательно выходим к зрителям, рассказываем по-новому разные формы, абсолютно по-разному. Я почему-то сейчас вспомнил спектакль «Миттерлинг слепые». Мы делали слепые. Есть такая форма новая, называется иммерсивный театр. То есть Москва, Питер, сейчас все просто горят иммерсивным театром, когда полное погружение. Я хочу сказать, что билеты очень дорогие. 5 тысяч рублей стоит билет входной. Вы понимаете, что в Самаре это почти нереально это сделать. И мы попробовали, пошли на такой эксперимент. Мы рассадили зрителей по абонементу. В библиотеке выключили свет, и зрители были с закрытыми глазами. То есть весь спектакль. И между ними ходили актеры, между ними говорили, как, собственно, в слепых у «Миттерлинга». То есть полное было погружение. И это где-то шло около часа. И после этого как раз было обсуждение. То есть мы попытались минимальными средствами, но представить вот этот иммерсивный театр. То есть его показать. Очень были большие отклики. Да, какие отзывы были? Очень, ну, то есть кому-то было некомфортно, что сзади не ходили. Кому-то было, наоборот, все там было хорошо. Там был момент, когда пробегала собака. Там одна актриса бегала, а будущая собака, одна женщина говорит, я так испугалась. Я, правда, она сейчас укусят просто. То есть и были такие отзывы восторженные. Но мы... Ну, конечно, обострены, потому что чувства, да? Потому что у тебя одно восприятие, только силу работает. Через силу, да. И вот цель погрузить было в пьесу. Потому что пьесы слепые, само по себе там действий никакого нет. Просто сидят там 12 слепых людей и между собой разговаривают. И больше ничего. Но вот этот момент как раз он выстрелил, он понадобился. Мы, например, у нас был спектакль по Максиму Горького «Васу Железнову». Я очень люблю Горького. Люблю «Васу Железнову» не вторую редакцию, которую все знают, а первую редакцию. И мы сделали то, что мы поиграли с ним немного. Мы перенесли действия на 90-е. То есть «Васу Железнову» слушала Михаила Круга. То есть, ну, такая вот, именно такая женщина, которая держит. Это все, заметьте, происходит в библиотеке. В библиотеке. Очень было приятно, что кто-то прям откровенно говорил, мне не понравилось. Я не принимаю такую «Васу Железнову». «Васу Железнову» должна быть такая. У нас, причем, «Васу Железнову» играла девушка 26 ей, по-моему, лет. То есть она молодая, у нее был грим. Но вот это вот как раз молодость ее. То есть для меня это было важно, чтобы «Васу» играла молодая. И самой Васе там 40 лет всего лишь, по пьесе 42 года, по-моему, ей, да? Она именно молодая. Но все вот это ее старит. И очень даже хорошо, что были, не скажу негативные, было того, что говорили, я бы по-другому сделал. То есть я бы сделала там по-другому, это не важно, важно. Но суть дела в том, что «Горький» — это не забальзамированный мертвый писатель. Это реальный писатель, который работает, который интересен. Мы сейчас работаем над одним произведением, я надеюсь, что в этом году мы выпустим. Это «На дне». Мне было интересно на дне посмотреть историю отдельных героев. То есть не как нам говорят, что такое «на дне». Вот если вы кого-нибудь спросите, человек звучит гордо. Но это же вырванные фразы из контекста. Если мы посмотрим, там идет огромный монолог его о том, что почему он так говорит, как это все происходит. И тем более Максим Горький здесь работал над этой пьесой, это вообще интереснее. И проследить каждого героя и показать пьесу по-другому. Не как замыленную школьную программу. Вот с этим, наверное, тоже глазопьес борется. Игорь, вот вы знаете, слушая вас, у меня единственный вопрос сейчас на данном этапе нашего с вами интервью возникает. А почему все это происходит в библиотеке? Почему этот проект интегрирован именно в библиотечное пространство? Почему вам, как молодому талантливому режиссеру, не создайте экспериментальный театр и, пожалуйста, творите? Почему библиотека-то? А почему в библиотеке творить нельзя? Да я сейчас прямо... Можно, нужно. Но сейчас библиотека – это площадка для творческих, каких-то инноваций, творческих проектов. И в библиотеке у нас, например, по нацпроекту «Культура» мы получили звуковое оборудование, световое оборудование, цифровое пианино. Это все позволяет погружаться наиболее полно в пьесу, когда играешь со светом, когда у тебя есть возможности звукового воздействия на аудиторию. Есть ресурсы. Да. И наша библиотека всегда рада творческим экспериментам, потому что библиотека – это площадка, в первую очередь, для экспериментов, для молодежи, чтобы человек развивался культурно, творчески, эстетически. Ну, то есть, и можно здесь сказать, что сейчас современная библиотека живет в том числе и в онлайн-пространстве, да? Да. Да, ну, понятное дело, что с карантинными мерами мы углубились в онлайн-пространство. У каждой библиотеки есть своя группа ВКонтакте, у нашей системы есть сайт, на котором есть игры, разработанные, разработали специально с дизайнером. Это семь игр, две из них по теме Самары – это краеведия и старая квартира. Краеведия настолько она разнообразна по своему содержанию, там и архитектура Самары, там и знаменитые личности, и театральная Самара, и просто Самара показана под разными углами. И человек, когда проходит игру, узнает для себя что-то новое. Мне кажется, это очень популярно, потому что... Ну, с ранней квесту, наверное, да, еще можно сказать? Да, краеведение сейчас важная тема, и поэтому человек, когда играет в таком непринужденном формате, узнает историю своего родного города. Игорь, возвращаясь к проекту, о котором мы сегодня с вами говорим, «Голоса пьес». Скажите, пожалуйста, кто может стать участниками вашего проекта? Что нужно для этого сделать? И вот вы все время, отвечая на вопрос, говорите, актеры, актрисы. То есть вы привлекаете профессиональных актеров и актрис? У нас, я могу сказать, что у нас такая коллаборация. Есть и профессиональные, есть и непрофессиональные актеры. То есть я преподавал, и у меня много учеников, то есть которые мои ученики как раз вошли в состав группы, но есть и профессиональные актеры, которые... Кто может стать? Я всегда говорю, может стать любой человек. Почему? Потому что я подбираю под типаж. То есть есть определенный типаж, я под него беру, и дальше уже человек идет играя. То есть, в принципе, может быть каждый. Единственное, вот сейчас меня услышат, и, да, единственное очень хочется видеть мужчин. Я сейчас объясню, почему, потому что очень много дам. У меня как на одну роль, там, по 8 вас, понимаете, да? Кастинг. Кастинг, да, по 5 Анны Карениных. Очень, конечно, хочется видеть мужчин, причем разных возрастов, да? И вот в этом суть проекта, что у нас от 18 и самой такой возрастной нашей актрисе ей за 50. То есть у нас полный такой разброс. То есть нет такого, что только молодежь, там, только все, все абсолютно. То есть любой человек, мы всех рады видеть, но единственный момент какой. В одной пьесе у нас может быть 3 человека, в следующей пьесе у нас может быть 15 человек. У нас нет такого, что как бы будут заняты постоянно. То есть постоянно играть, постоянно выходить на сцену. И про онлайн-пространство мы тоже осваивали с голосами пьес. Я скажу, что трудно, потому что такой формат. Но мы нашли формат, как телеспектакль. Например, у нас был Зайцев, такой современный драматург. У него была пьеса «Прямничный инвалид». Он причем сам на меня вышел, сам меня нашел и мне прислал эту пьесу. И она была очень интересной тем, что она идеально подходила под онлайн-формат. То есть там главный герой, и шла сцена, и он выходил вперед. Вы сейчас рассказываете, как вы работали в период самоизоляции. Конечно, да. И он выходил на камеру, что-то там говорил и уходил. И это, наверное, самое лучшее было вообще онлайн-читка, которая, она прям идеально подходила. Потому что, например, тот же Чехов, тоже, так как это классическая, я не могу представить ее себе онлайн, если не телеспектакль. А телеспектакль, это уже много людей, к сожалению, мы это не можем себе позволить. Поэтому мы и выходим, выкладываем. То есть у нас есть группа ВКонтакте. Мы снимаем и видео, и как раз наши читки, они тоже там выкладываются, тоже есть, можно посмотреть. Но лучше вживую. Я всегда говорю, что театр очень много теряет от видео. Лучше прийти посмотреть вживую. Давайте сейчас обратимся к вашему видео и посмотрим еще небольшой отрывок. Вот вы где. Наталья Николаевна Колбаска, нас Турзакова обещала убить. Да. Отстань от меня, Трубакова. Я пол-леса прошла в поисках вас. Наталья Николаевна, вы как педагог не поддерживаете в коллективе атмосферу добра. Отстань от меня, мне все можно. Я от звонка до звонка 20 лет в педагогике. Черешникова, извини, не случайно взяла. Москва пекинь, Москва пекинь. Тут идут вперед народы. Вот вы где. Китиха жива! Вы что, с ума сошли? Я еще вас всех переживу и на похороны от ваших постежусь. Враг сам по себе не исчезнет. Вы говорите не русскими пословицами. Теперь в Мамик-Сиконе появились цитаты Великого Корничева, мало задуманного. Следующая смена в нашем лагере будет политическая. Не секрет, что сейчас большую силу набирает Китай. А у вас татуировки есть, Анна Африкановна? Почему вы в халате с китайским драконом? Почему вы в ванной шапочке? Татуировок нет. А халат мне Наталья Николаева в прошлом году подарила. Ведь был год дракона. Вот я его взяла и в лагерь надевать после души. Так, что еще за допрос? Расскажите, пожалуйста, Нина, вот как сейчас живет современная библиотека? Что вообще нового, интересного у вас происходит? Какие, может быть, еще проекты, на которые непременно стоит обратить зрительское внимание? Вообще в нашей библиотеке в Осин много проектов. Мы готовы реализовывать, придумывать что-то новое. И, благо, у нас для этого есть ресурсы, и наша площадка позволяет все это реализовывать. Но, конечно, наверное, первое, на что обращает внимание молодежь, это литературное кафе Читков, кофе и книги. Там можно поиграть, какие-то интеллектуальные игры. Там же проходит книжный клуб «Буквокруг». И мы сами разрабатываем игры, это та же психологическая игра «Мафия», только по произведениям. И вот этот вот симбиоз игры и книги, опять же, если человек не читал, например, я разрабатывала игру «Мафия» по книге Агаты Кристи «Десять негритят», которая также называется «Никого не стало». Я до этого книгу не читала. Но вот когда увидела этот стих, где-то по одному убивают персонажей, сразу захотелось прочитать. И многие посетители тоже сказали, да, это очень интересно, привлекает внимание. Также у нас есть проект «Внеклассное чтение». Это уже для более молодой аудитории, для детей и подростков, где мы выбираем книги вместе с подростками, читаем их, обсуждаем их. И при этом книги выбирают сами подростки. И читаем мы современных детских авторов, которые будут интересны им, потому что они пишут о проблемах, которые волнуют современных подростков. Ну, конечно, несомненно, детские авторы всегда интересны и взрослым, потому что они учат нас воспринимать какие-то ситуации глазами детей. Ну вот, Игорь, тогда к вопросу вам. А вот как вы выбираете вообще тексты для читок? Есть ли у вас обратная связь с читателями? Допустим, вот они предложили какое-то произведение, и вы его прочитали, либо это вот сугубо ваше авторское право? Нет, это какой-то такой общий симбиоз. Для меня важно представить разные жанры. Это, наверное, самое главное, когда я выбираю по-разному. То есть мы не только одни комедии берем, да? К сожалению, например, некоторые профессиональные театры этим очень страдают. Идет публика на какую-то, да, там, как сказать, попсу, так грубо скажу, да, и вот они ее только делают. Нет, у нас есть и серьезные какие-то произведения, и какая-то комедия. То есть для меня разножанровость, наверное, это первый момент. Второй момент был такой, что вот после Чапиков сказали, а что если сделать Пелевинский жизнь насекомых? Я подумал, а что если? Вот нам был один год, когда в прошлом году я написал на сценировку по роману «Жизнь насекомых», я «Мать и дитя» назвал, взял одну линию, и как раз мы ее прочитали. То есть мы слышим зрителей, мы с ними разговариваем, они что-то там предлагают. Не всегда нам, к сожалению, это подходит. Например, очень сложно работать со стихотворным жанром, да? Современные люди, современные актеры по стихам. Это просто очень сложно работать. Но у нас был такой проект, мы делали «Белая княгиня». Рильки. Рильки, да, Рильки, «Белая княгиня». Это единственная пьеса Рильки как раз была, потому что библиотека как раз проходит международный фестиваль Рильки. И там мы делали как раз «Белую княгиню» со стихотворением. И я столкнулся с тем, что не умею читать стихи. Ну, то есть правильно не умею читать стихи, мысль, которая сложная там. Стихи бывают разные, конечно. Разные, разные сложения, да. Вот это вот такая проблематика. И не всегда тоже, понимаете, у нас наши зрители, это тоже абсолютно разно. То есть я не могу сказать, что вот у нас там студенты, у нас там молодые. У нас зрительный зал полон разновозрастных людей. Вот, например, у нас есть одна постоянная актриса, которая говорит, мне не нравится, когда вы спектакль разыгрываете. Я хочу, чтобы вы там сидели и читали. Кто-то говорит, да что, зачем, аудиокнига вот эта нужна, я хочу, чтобы играли, я в театр пришла. Поэтому мы не всегда как бы так слушаем, но делаем все, чтобы было интересно. Для меня важен эксперимент и многожанровость. Для себя вот эти два момента, которые я должен. Никогда не должен зритель прийти и предугадать, что сегодня будет. Будет, да. То есть во время ваших читок я так правильно понимаю, что есть еще и зрители, и есть люди, которые все это представляют. Конечно, есть, да. Правильно, да? А площадка библиотеки номер 8 как раз позволяет все это сделать? Вот для подобных экспериментов. И что вообще вы приготовили в году 21-м? Может быть, что-то будет необычное, такое интересное? Да, год готовит много сюрпризов. Ну, я хочу сказать про площадку. Да, у нас зрители сидели и на сцене, мы играли в зрительном зале. И была сцена, когда между зрительным залом, зрительный зал был разделен на две площадки. И вот, когда Метерлинк читали, мы ходили среди зрителей. То есть площадка библиотеки полностью позволяет экспериментировать над разными формами взаимодействия со зрительным залом. Ну, я думаю, сейчас Игорь скажет, как мы будем праздновать. Мы запустили в 21-м году, в 20-м году мы запустили, в 21-м мы продолжили. Мы еще делаем, помимо голосов, пьес, тоже авторский проект, сценарное именно мастерство. Мы запустили лекции по сценарному мастерству, где мы говорим, как правильно сделать сценарий. Вот буквально на днях была лекция по поводу жанров. Мы разбирали три основных жанра – комедия, трагедия, драма. Но очень понятно, прямо на простом, в чем дело популяризации, чтобы люди понимали это, это и это. Кто стал зрителями? Вот меня всегда интересует, кто становится зрителями такого проекта. В основном молодежь, либо все-таки это настолько разновозрастная аудитория, что приходят все и интересно. И почерпнуть для себя что-то новое, вот даже уже в преклонном возрасте, это важно. Да, у нас есть в возрасте, как сказать, зрители наши, ну, сейчас меры, мы понимаем это все, да. А они у нас тоже бывают, они к нам приходят, разговаривают, смотрят. Вот, например, на «Вассу Железнову» было очень много возрастных людей. И некоторые прямо говорили, ну, вот я говорил уже, да, что я не принимаю такую «Вассу», да. Кто-то говорил, наоборот, вот, наконец-то по-новому на нее взглянули, не как пашенная там играла, и все ее запомнили, да. То есть я не могу сказать, кто они. Это люди, те, которые интересуются, те, которые хотят прийти. Стоит сказать, что вход свободный, то есть это тоже очень важно, да, особенно сейчас в этой ситуации, что вы можете прийти, поговорить, и даже на лекциях по сценарному мастерству тоже не только молодежь, но и взрослые люди. И причем смысл в том, что мы разговариваем на очень простом, то есть я пытаюсь очень просто это объяснить, понятно, и главное, мы сразу визуализируем. То есть мы показываем какие-то небольшие видео, понятные, какие-то тренды, мы все вот в этом работаем. — Декорации, костюмы имеют место быть у вас? — Иногда да. Иногда бывают, иногда нет. Это в зависимости от того, как мы решили. Да, то есть, например, опять у вас была полная выгородка. А голоса, где Миттерлин, когда был, все сидели с закрытыми глазами, конечно, никаких костюмов, ничего не нужно, да. То есть вот этот момент. Также мы не прошлом, позапрошлом, да, летом выходили в Струковский парк. Мы делали в Струковском парке на открытом воздухе, мы делали именно сказки. Родилась такая у нас Нюра, сказочница. Я взял сказки Афанасьева и соединил их между собой, чтобы было представление. У нас появилась такая сказочница. И тоже интересный момент. Она продолжила свою жизнь, мы уже Ганса, да, как зовут? — Андерсона. — Андерсона, Андерсона, да. Мы сказки Андерсона также делали. Смысл в чем был еще? Еще популистический момент. Ну, например, мы Андерсона представили, я, точнее, представил в произведении несколько его произведений. И общие черты его, чтобы люди понимали, что он не только вот это писал, вообще Андерсон очень грустный. То есть у него все умирают всегда. То есть там ничего такого, как бы детского-то и радостного-то и нет, да. А моменты тоже Лев Николаевич Толстой. Например, в самоизоляцию мы делали, вот как раз Нюра была, она рассказывала сказки именно Льва Николаевича Толстого, которые забыли. Ну, например, для меня было интересно, что «Волки-волки», ну, наверное, все ее знают, да, что мальчик, который говорит, это Лев Николаевич написал. Я этого даже не знал, что это его, как бы, это народное уже, да, больше представление. И вот это знакомство людей с этими произведениями, такая просветительский момент, он присутствует, но он, что самое главное, он ни в коем случае не навязывается. То есть в легкой, простой, доступной форме. Ну, просветительский, конечно, все-таки, наверное, вы еще и несете образовательную миссию, безусловно, да, потому что, ну, развлечение ради развлечения, наверное, здесь не имеет места быть, да. Ну что же, спасибо вам большое, время вот так наше быстро подошло к концу. Я хочу представить вам заключительное слово, почему сегодня стоит обязательно прийти в филиал библиотеки номер 8. Конечно, за новыми интересными проектами, о которых мы сегодня рассказали, но наверняка еще прийти, взять книгу и просто насладиться чтением. Общаться. Библиотека 8 всегда готова к новым читателям, ждет вас. У нас работают самые лучшие библиотекари. Мы всегда готовы встретить вас, подобрать книгу. Приходите к нам. Спасибо вам большое, ну, а я, с своей стороны, хочу пожелать вам еще много и много интересных и таких важных проектов для наших дорогих жителей города Самара. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, вы смотрели программу «Город С». Всего хорошего, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!